Приветствую всех на своём канале. Сегодня у нас суббота, 4 мая 2024 года. И сегодня, друзья, я хочу поговорить с вами о Кейт Миддлтон, принцессе Уэльской, жене будущего короля, принца Уильяма. Наверняка, даже те, кто не интересуются особенно темой британской royal family и королевской династии, всё равно уже слышали, давно уже ходят слухи о том, что что-то происходит в королевской семье, что-то очень неладное. И в частности, все задаются вопросом, куда исчезла Кейт Миддлтон, потому что последний раз её видели на публике со своими детьми и со своим мужем точно в канун Рождества, 25 декабря 2023 года и дальше. Череда очень странных и забутанных событий, а также постоянно каких-то новых слухов, которые растут, как снежный ком здесь, в Великобритании, и уже заполонили, в общем-то, головы всех британцев одним только вопросом, что происходит с Кейт Миддлтон, потому что, как вы понимаете, вот уже более 4 месяцев никто ничего толком не знает о том, что произошло с Кейт Миддлтон. Ну и, конечно же, мои уважаемые подписчики меня... И надо сказать, что я не очень интересовалась глубоко этой темой. Я только знала новости, которые знают все, что объявили о том, что Кейт Миддлтон заболела неожиданно раком, и что она сейчас проходит курс лечения. Ну и, в общем-то, для меня этого было достаточно. И вот, что меня очень сильно удивило, когда я увидела в интернете фотографию Кейт Миддлтон и принца Уильяма на годовщину их свадьбы, 29 апреля. У них было как раз 13 лет их свадьбы. Здесь называется «Ландышевая свадьба», очень красивое название. И было шоком не только для меня, но и для всех британцев, когда они увидели, какую фотографию выставила королевская семья на всеобщее обозрение именно вот 29 апреля в годовщину 13-летия Кейт и Уильяма. Обратите внимание, что это фотография. Мало того, что 13-летней давности взята из архива, но она еще обработана, как вы видите, черно-белым фильтром, что, в общем-то, очень напугало британскую публику и опять дало информацию к размышлениям и различным сплетням. Ну и тут уже я тоже не осталась равнодушной, и я решила узнать больше подробностей, что же происходит здесь в королевской семье. Лучше всего мы можем это узнать, если мы восстановим полностью хронологию событий, как это все происходило, с чего это все начиналось, как продолжалось, как комментировала королевская семья все эти происходящие события. И я наивно полагала, что, сопоставив все эти факты, всю хронологию восстановив, мы с вами все, в общем-то, поймем. Ну вот, давайте мы с вами посмотрим, и, может быть, у вас, так же, как и у меня, возникнет еще больше вопросов о том, что же все-таки происходит и где Кейт Миддлтон. Итак, давайте вернемся немного назад и посмотрим, как это все начиналось. 12 сентября 2023 года, когда Кейт Миддлтон сообщает о травме нескольких пальцев на руках. И на самом деле в интернете появилось много снимков, где видно, что у Кейт Миддлтон перебинтованы два пальца правой руки. На вопросы журналистов она ответила, что ничего страшного, просто она повредила немного пальцы, когда прыгала на батуте с детьми. Ну, казалось бы, все невинно, но тем не менее, спустя более чем три недели опять у нее на руках увидели эти же самые перебинтованные пальцы. То есть оказалось, что не настолько все здесь так уж невинно, как пыталась представить Кейт. Скорее всего, что это перелом пальцев, который на батуте очень трудно, наверное, получить. Именно тогда первые аккуратненькие слухи поползли о том, что не очень все благополучно в семье Уильяма и Кейт. 22 декабря 2023 года Кейт и Уильям официально объявили о своей поездке, запланированной на начало 24 года в Италию всей семьей. И здесь невольно мы вспоминаем, что нам объясняют об запланированной операции Кейт Миддлтон. Если операция была запланирована на начало года, когда она, в общем-то, и произошла, то возникает вопрос, кто же будет планировать свое путешествие, если у вас на это время уже запланирована операция? Как-то маловероятно кажется, что если человек объявил о запланированной операции, как же он может так же планировать на то же самое время длительную поездку в Италию? Затем 25 декабря 2023 года, Рождество, Кейт, Уильям и вся семья выставляют очень много фотографий именно в этот день на Рождество, где они посещают какие-то общественные места, выступают на публике и выглядят все счастливыми, довольными и здоровыми. 28 декабря, спустя лишь три дня после Рождества, машина скорой помощи, сопровождаемая полицией, мчится в Сандрингем, где Кейт и Уильям праздновали Рождество. И вот что странно, что не было никаких заявлений от членов королевской семьи, что произошло и о чем идет речь. И лишь только спустя 20 дней после случившегося, а именно 17 января 2024 года, поступило официальное объявление от королевской семьи, что у Кейт Миддлтон состояние оказалось более серьезным, чем ожидалось, и что ее отправляют в лондонскую частную клинику для восстановления после плановой операции на брюшной полости, которая прошла успешно. Никаких больше подробностей здесь не сообщается. Говорят, что остальные все подробности это частная информация. Единственное, что они сказали, что Кейт Миддлтон чувствует себя хорошо, и что она будет находиться в клинике около двух недель. Эта история предстает для нас все более странной и удивительной, потому что мы вспомним, что Кейт Миддлтон родилась 9 января 1982 года, и что 9 января должна была она праздновать свое 43-летие. Но об этом королевская семья не сказала вообще ничего. Более того, не поступало никаких сведений или сообщений о том, что во время своего восстановления в течение этих двух недель, когда Кейт Миддлтон находилась в лондонской частной клинике, о ее посещениях кем-либо из ее сестер, братьев, ее детей, ее мужа или ее родителей. То есть в это время никто Кейт Миддлтон в клинике не посещал. Известно лишь о том, что на следующий день после операции, 18 января, принц Уильям, муж Кейт, посещает лондонскую клинику, и известно то, что это его посещение было первым и последним. Больше ни разу за все это время принц Уильям не посетил свою жену в клинике. В январе 24-го британские газеты сообщают, что все друзья, Кейт Миддлтон, ее семья, ее близкие родственники, все в шоке от того, что Кейт Миддлтон перенесла какую-то плановую операцию в больнице, потому что они ничего подобного об этом не слышали. Они не слышали никогда, что у Кейт Миддлтон какие-то проблемы со здоровьем. 26 января британские СМИ сообщают о том, что король Карл Третий посещает Кейт Миддлтон в больнице, но о визитах ее детей или ее семьи также никаких известий нет. 28 января испанская журналистка Кончита Коллектор утверждает, что Кейт Миддлтон находится в искусственной коме, о чем якобы ей сообщили какие-то неизвестные источники из Ройл Фэмили. На следующий день, 29 января, Кейт Миддлтонский дворец утверждает, что Кейт Миддлтон выписали из больницы, чтобы продолжить лечение дома. И на данный момент журналисты сообщают, что Кейт Миддлтон не видели 35 дней публично. Итак, 5 февраля король Карл Третий официально сообщает о своем диагнозе болезни раком. Но он не говорит, что это такое и насколько серьезна его болезнь. И в тот же день сообщили, что принцессе Кейт требуется больше времени на восстановление, чем ожидалось, что она будет восстанавливаться. Не три. Британские источники также сообщили, что 7 февраля принц Гарри прилетал из Вашингтона в Лондон, чтобы посетить своего отца и поддержать его. Жена короля Карла Третьего, королева Камила, многожды посещала своего мужа в клинике. А вот кто не посещал ни разу короля Карла Третьего? Это был принц Уильям. Он также не высказал никаких публичных добрых пожеланий своему отцу. 9 февраля сообщается, что Кейт Миддлтон выздоравливает, быстро идет на поправку и переедет из Виндзора в Сандринге. 20 февраля принц Уильям публикует заявление в своей совместной учетной записи в социальной сети, в котором он рассказывает о проблемах на Ближнем Востоке, но странно, что он использует свою сольную монограмму, которую он постоянно использовал до того, как женился, но еще более странно то, что он ни словом не обмолвился о том, как чувствует себя его жена Кейт. Все отметили, что такое поведение невозможно для будущего короля Британии, когда его жена Кейт Миддлтон уже более девяти недель не появлялась на публике, а также не появлялись на публике ее дети. А тут еще появился такой популярный хэштег во всех британских сетях социальных везде было написано Where is a Kate? Where is a Kate? Где Кейт? И это, конечно же, не прибавляло популярности королевской семье. Поползли все более устрашающие слухи о том, что, может быть, Кейт Миддлтон уже и нет в живых. И тогда 29 февраля Кенинстонский дворец выступил с новым заявлением, где сообщалось, что, как мы говорили ранее, Кейт Миддлтон находится на реабилитации после серьезной операции на брюшную полость. И мы уже сообщали вам и информировали о том, что она идет на поправку и сейчас чувствует себя лучше. Она сможет появиться на публике только после Пасхи. Но, к сожалению, этим заявлением они британскую публику не успокоили. Стали все больше и больше появляться такие гневные высказывания. Что происходит? Даже если Кейт Миддлтон находится на реабилитации, ее могли бы вывести в инвалидном кресле и показать публике, как она себя чувствует, что происходит. Вспомнили также, что 23 апреля у сына Кейт и Уильяма, младшего сына Луи, было день рождения, ему исполнилось 6 лет, но, опять же, это все прошло незамеченным и не показали ни маму, ни сына вместе. 4 марта в интернете появилось еще одно странное фото, где было видно, что в затемненной машине едет Кейт Миддлтон, которую везет ее мама. и когда стали рассматривать лучше этот снимок, то сказали, что там видно, что Кейт Миддлтон какой-то очень странный, очень широкий подбородок и какой-то очень огромный нос, и вообще она так изменилась, что даже не похожа на себя. Спустя 6 дней, 10 марта, на королевском сайте появилось вот это вот фото, где Кейт и ее трое детей вместе, якобы все прекрасно, все выглядят счастливыми и довольными, но не тут-то было. Совершенно упустили из виду, наверное, те, кто публиковал этот снимок, что все сейчас очень легко проверяется, и вот быстро очень нашли там подделки, фальшивки, что это все было из разных кусков составлено, что была изменена просто одежда, а лицо Кейт вообще было взято из обложки какого-то журнала, и получилось так, что эта неудачная попытка, потерпевшая фиаско, вызвала еще более сильные какие-то возмущения и споры среди британцев, и тогда снова вышло как бы опровержение и объяснение это маленькая статейка, заметочка, была также опубликована в социальных сетях, якобы от имени Кейт, которая писала, что вы знаете, да, я извиняюсь за то, что я вот сделала такой фотошоп, сейчас это очень модно эти фотошопы, и я хотела поэкспериментировать и поздравить вас таким образом с Днем Матери, извините, если кому-то я доставила неудобства. Ну и вот, 22 марта 2024 года все мы, наверное, видели, кто интересуется, маленькое, коротенькое обращение, с которым Кейт Миддлтон вышла в своем, в своей социальной сети, вышла к публике и рассказала о том, что она действительно болеет, что она сейчас борется с онкологией, проходит курс химиотерапии, и она благодарна всем, кто беспокоится о ней, но она все силы приложит к тому, чтобы победить эту болезнь. Ну вот, как-то так. Все, что я вам здесь рассказала, друзья, все это находится в открытом доступе в социальных сетях, и если кто-то, так же, как и я, решит для себя вот это все в хронологическом порядке восстановить все эти события, это можно сделать. Вы знаете, я только единственное, что могу сказать, что очень-очень много слухов, сплетен, кто-то говорит одно, другие абсолютно опровергают эти слухи. В общем, понимаете, получается, что если есть какая-то непонятная история, она раздувается как снежный ком и доходит до таких огромных размеров, что просто уже это невозможно скрыть. Вот то же самое и произошло с болезнью Кейт Миддлтон. Теперь все новости о Кейт, они даже затмили новости о короле Карле Третьем, который, как вы знаете, точно так же борется с болезнью. И вы знаете, сведения и какая-то информация новая о состоянии здоровья короля Карла Третьего также очень-очень скудная. Единственное, что говорят все, что, к сожалению, у короля очень агрессивная форма рака. И, наверное, мой рассказ будет неполным и, наверное, для вас будет более интересно, если я вам прочитаю также некоторые комментарии именно британцев, как они реагируют на происходящее и что они думают о сложившейся ситуации. Все эти комментарии, как вы понимаете, написаны на английском языке, но я использовала переводчик, чтобы вам сразу их прочитать на русском. Британская королевская семья заставляет людей усомниться в необходимости как брака, так и монархии. Жутко и страшно. Надеюсь, что с Кейт все в порядке. Если действительно она перенесла операцию и находилась в больнице несколько недель, и в свете этой прессы, где Кейт, я действительно удивлен, что ни один медицинский работник или медсестра не слили ничего из того, что ей делали операцию и каково ее состояние. Это на самом деле заставляет меня думать, что ей никогда не делали операции. Я не думаю что со стороны людей неправильно беспокоится о Кейт после того, что случилось с Дианой. Почему королевская семья скрывает Кейт? О боже! Снова начинается скандал, похожий на скандал с Дианой. Обо всем, что случилось с Дианой, им нужно рассказать открыто. Ах, вот в чем дело. Если бы с ней все было в порядке, она бы уже давно сделала заявление на камеру. В Италии пошли слухи о домашнем насилии. Внимание, происходит очень неправильное. Запомните мои слова. Для тех, кто думает, что все в порядке и просто оставляет ее в покое, просыпайтесь, что-то очень не так. Кто-то из чиновников должен сказать, что происходит. Великобритания финансирует эту семью. Люди имеют право знать. Самая поразительная информация для меня это то, что принц почти не навещал принцессу в больнице и то, что он использовал знаки различия, которые использовал, когда был холостяком. Позор всем сторонникам заговора и позор прессе отвратительное поведение. Я не верил в теорию заговора, но теперь серьезно обеспокоен. Кто-то упомянутый ниже во дворце не поздравил Кейт публично с днем рождения, как они делали это всегда. Вау! Просто вау! Я надеюсь, что мы, те, кто думает, что что-то не так, ошибаемся, но на самом-то деле кажется, что действительно что-то не так. Приведенные здесь факты слишком убедительны. У меня такое ощущение, что мы ее больше никогда не увидим живой. Я знаю, чувство не является доказательством. Я могу ошибаться, но я думаю, если бы она была жива, она бы обязательно вышла на публику и подтвердила публично, даже с самой паршивой фотографией, что она жива. Come on now! Where is the gate? Ну вот, такое сегодня у меня видео для вас, друзья. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. И хотелось бы услышать в комментариях, что вы думаете об этой истории. Что вы думаете о комментариях британцев? Согласны ли вы с ними? Или, может быть, у вас есть какое-то свое особое мнение? Хотелось бы всех услышать, друзья. Всем спасибо! Всем пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok